Слово «хирург» в переводе с греческого означает «работа рук». Но только вот одной работы рук в этой профессии явно недостаточно. Нужна еще голова, сердце и, говорят, душа. Так ли это? Об этом в ближайшие полчаса. Субтитры создавал DimaTorzok Заведующий кафедрой хирургии ИПО Института профессионального образования САМГМУ доктор медицинских наук, профессор Евгений Карамасов. Здравствуйте. Здравствуйте, Несса. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Рад вас приветствовать и пожелать прежде всего здоровья. Вот что значит настоящий доктор. В некоторых источниках 18 сентября значится как «день хирурга». В некоторых нет. Но раз уже где-то такой информационный повод образовался, давайте сегодня его используем. И мы уже договорились предварительно с Евгением Анатольевичем, что сегодня у нас есть, в общем-то, хорошая возможность поговорить о профессии хирурга в целом, поскольку, думаю, что вопросов здесь очень и очень много. И я бы, знаете, начала... Вот вы хирург. Сколько лет вы уже в профессии? Я закончил Самарский государственный медицинский университет в 1989 году. Ой, я плохо считаю. 32 года. В этом году 32 года, да. Иногда задумываюсь и страшно самому становится, но это были 32 самых замечательных счастливых года. Ну и, надеюсь, еще и дальше... Только счастливый человек может так сказать, что все 32. Так вот, срок серьезный. Каковы главные беспокойства хирурга? Главные беспокойства? Вопрос такой интересный и философский, и экономический, политический, юридический, я бы сказал. Давайте без политики сегодня. Да, однозначно без политики. Ну, если расставлять, скажем так, приоритеты при ответе на этот вопрос, наверное, первое беспокойство не только мое, а, в принципе, любого хирурга, вне зависимости от того, где он работает, в каком качестве, финансовое благополучие. Ну, время такое, мы не можем об этом говорить. Далее, на мой взгляд, это юридическая защита врача-хирурга. Это очень серьезный вопрос. Материально-техническая оснащенность деятельности врача-хирурга вызывает в определенной степени беспокойство отношения как пациентского сообщества к врачам вообще, к врачам-хирургам в частности, так и отношения, извините, ну и власть к медицине и к хирургии в частности. А врачебного к пациентскому. И, ну, это, безусловно, правильно вы говорите, и врачебного к пациентскому сообществу. Но, чтобы не входить в большую, так сложную дискуссию, мы пока это оставим. Тем более мы с вами далеко друг от друга. Да, да, безусловно. Конечно, вопросы карьерного и профессионального роста – это очень важно. Ну, и немаловажный вопрос. Я его оставил на последнее место, но он должен где-то занимать, наверное, в середине. А кто придет нам на смену? Что за нами? Кто за нами подходит? Об этом и задумываются, и должны задумываться и врачи-поликлиник, и врачи, работающие в областных больницах, и врачи, работающие, конечно, в национальных медицинских исследовательских центрах, в федеральных учреждениях. Кто придет на смену? То есть вот примерно такой круг вопросов. И все они беспокоят, и все они волнующие, такие трепетные, на которые очень сложно ответить. Последний вопрос даже меня заделывает. Кто придет на смену? Ну, конечно. Евгений Анатольевич, а вот, кстати, 32 года. Вы никогда не подсчитывали, сколько операций за это время вы сделали? Вы знаете, вот существует хороший модус записывать все свои операции, и в самом начале я точно так же так и делал, как советовали мои старшие товарищи. Это нужно, безусловно, делать, потому что каждые пять лет мы отчетную категорию подаем, и так далее, и так далее. Но вы меня сейчас немножко вопросом этим поставили так в тупик. Наверное, я перестал их подсчитывать, да, это количество операций в целом. Ну, я думаю, достаточно много. Хирургия – это та специальность, перед которой мы испытываем все уважения и некий, наверное, даже священный трепет. Ну, на самом деле, это же просто хирург, вот он жизнь человеческую держит в своих руках. Я понимаю, что и другие специализации тоже могут... Это врач, извините, перебью, которому дано право подходить к человеку с медицинским ножом, скальпелем. Только одна специальность. Так вот, поскольку хирургия – особая область, а вот подготовка хирурга – это тоже особая тема? Подготовка хирурга – да, это тоже особый вопрос. Причем, должен сказать, что здесь должны быть готовы две стороны – и учитель, и ученик. То есть, особые задачи возлагаются и на учителя, преподавателя хирургии, наставника, и особые задачи стоят перед учеником. На мой взгляд, главный принцип подготовки врача-хирурга, он остается незыблемым на протяжении очень-очень многих десятилетий – делай, как я. И в этом плане вот появившиеся вот сейчас, ну, в силу вынужденных ситуаций, дистанционное образование, обучение, оно, конечно, никакого отношения к хирургии не имеет и не должно иметь. И если мы не хотим потерять специальность, мы должны находить вот эти вот возможности, именно передавать в прямом смысле из рук в руки вот это вот священное действие, как вы сказали. Я вспоминаю своих учителей, которые учили меня хирургии. Их было много, потому что у каждого хирурга, который встретился на моем жизненном пути, есть чему поучиться, безусловно. Но вот ключевые две фигуры – это профессор Ратнер Георгий Львович, когда я только пришел после окончания университета в клинику в культецкой хирургии. И в Самарской областной клинической больнице имени Середавина – это профессор Чернышов Владимир Николаевич, который был моим предшественником по кафедре. Так вот, когда Георгий Львович, как он передавал, собственно говоря, вот это вот «делай, как я»? Он иногда просто действительно отодвигал меня в сторону во время операции, в прямом смысле, когда видел что-то тяжелое, трудное, с чем я еще, возможно, не справлюсь, и говорил «подожди-ка, давай я здесь перевяжу сосуд, давай я здесь наложу зажиг. И это не унижая молодого хирурга?» Совершенно, абсолютно нет, не ругаясь, все очень корректно, безусловно. И, ну, как это вот передать дистанционно? Да, можно показать на экране монитора, как это делается, прокомментировать даже словами. Но вот когда твою руку в свою руку берет наставник-учитель, это ни с чем не сравнимо ощущение. Ну, смотрите, приходят к вам в ординатуру вчерашние студенты, скажем так, они уже хирурги или все-таки еще нет? Вообще какой временной отрезок занимает становление хирурга? Я хочу стать хирургом. Вы знаете, очень приятно, когда в ординатуру приходят ребята, которые с 3-го, 4-го, 5-го курса хотят стать хирургами и делают для этого все шаги. Они не только в кружок ходят, где занимаются научной работой, на мой взгляд, честно скажу, может, карамолу скажу, это не самое главное – ходить в кружок и заниматься научной работой, проводить какой-то анализ. Меня, может быть, многие коллеги сейчас осудят, кто слушает эту передачу. Самое главное – это рукодействие, мануальная техника, это волонтерство, это дежурство в стационарах, скоропомощных стационарах. И вот если человек с 3-го, 4-го, 5-го курса уже к этому делает шаги и ходит, что-то умеет, и он приходит в ординатуру, это логичный путь, движение выпускника. Это добровольно должно быть. Безусловно. Это явление есть сегодня? Оно массовое? Оно не массовое, но оно есть, оно не умерло, и это надо всячески культивировать, поддерживать, поощрять, мотивировать. Но, к сожалению, я должен сказать, что есть и те, которые решают стать хирургами в мае месяце выпускного 6-го курса. И я с этими ребятами сталкивался, они приходили и ко мне на кафедру, такие ординаторы. Конечно, процесс подготовки и мотивы кардинально отличаются вот в этих групп пациентов. Сколько нужно? Ординатура длится 2 года. 2 года, и через 2 года, к сожалению, в нынешних условиях, когда ординаторам запрещено оперировать, конечно же, мы выпускаем специалиста, раньше сертификатом, сейчас сертификатов нет, сейчас свидетельствуют о аккредитации, да, который по большому счету нельзя самому оперировать. Но давайте вспомним, как нас учили, как меня учили. Ведь некоторые из нас уже к окончанию вуза имели десяток аппендектомии выполненных. С позиции нынешнего времени говорить об этом нельзя, потому что это ответственность не только, скажем так, обучающегося, это ответственность того человека, который берет на себя ответственность за ученика. А это проблема системы? Что с этим делать? Это проблема системы. Да, делаются определенные шаги в виде симуляционных центров, симуляционных курсов. У нас в университете хороший симуляционный центр, у нас в университете учебный морг есть, и он действительно в очень хорошем состоянии, и такого никогда не было. Это большое достижение руководства университета, должен сказать. Но иногда за симуляторами все-таки теряется вот это вот ощущение человеческого, извините, тела в хирургии, мы и должны об этом говорить. Что сделать в этом случае? Как быть? Ну, наверное, наступает такой момент, даже если человек прошел симуляционный курс, на симуляторах, тренажерах отработал технику операции, ординатор, он все равно когда-то делает тот первый шаг, когда встает за операционный стол самостоятельно, вот та самая первая операция, с ним стоит его наставник, его учитель, педагог, который контролирует каждое движение, который в случае чего действительно уберет его руку, если он что-то не то делает, уберет, снимет зажим, который он, допустим, неправильно наложил, это, может быть, многим телезрителям, обычным гражданам, мне врачам кажется, немножко в какой-то степени циничным вот эти вот рассуждения, но когда-то мы все делали этот первый шаг. Он все равно есть. Ну, в том-то и дело. Он все равно этот есть, да. Другое дело, к этому первому шагу ординатор должен подойти максимально подготовленным, через симуляционное обучение, через работу с биологическим материалом в морге. Вот нас, ведущих, очень часто спрашивают, что вы волнуетесь перед эфиром? Я могу сказать, что я волнуюсь всегда, иначе просто, наверное, надо из профессии уходить. Хирургическая операция – это стресс. Была ли она для вас стрессом поначалу, и как это сейчас? Я тоже сейчас волнуюсь, вот, когда с вами разговариваю, честно скажу. Хирургическая операция – стресс. Причем, вы знаете, стрессы для больного и для врача. Для больного это понятно. Это понятно, да. Но, вот, смотрите, если взвесить эту ситуацию, для кого все-таки больше стресс хирургической операции? Для больного стресс психологический, безусловно. И причем человек, пациент, боится не самой операции, по большому счету. Я, думаю, не открою никакого секрета, если скажу нашим слушателям, зрителям о том, что человек боится не проснуться, вот, честно говоря. Человек, пациент от своего стресса, интероперационного, защищен наркозом. Врач-анестезиолог рядом с ним, он контролирует жизненные функции, все, вопросов нет. А хирург-то находится на операции без наркоза, извините. Он испытывает и психологический стресс, ответственность за пациента. Как бы пафосно это ни звучало, многие скажут, ой, опять ответственность за пациента, громкие слова. Это так на самом деле и есть. Хирурги тоже люди, и не железные машины. И у них есть душа, и ответственность за пациента колоссальная. И физический стресс, потому что операция-операция рознь, и некоторые достаточно травматичные, тяжелые вмешательства сопряжены с приложением определенных и физических усилий. Что тут говорить? И ни одна машина, допустим, ни один автомат в некоторых ситуациях не заменит человека. Поэтому это и психологически, безусловно, и физический стресс испытывают. Вот вы назвали среди своих беспокойств на последнем, правда, месте, кто же придет на смену. Я прямо зацепилась за эту фразу, поэтому сегодня, наверное, очень много вопросов будет именно в эту сторону. По поводу тех, кто придет вам на смену, давайте посмотрим сюжет, который, пока вы были в командировке, мы сняли в вашем отделении. Анна Калюш, самочувствие? Нормально. Нормально. Как сегодня? День провели? Ну, тоже нормально. Тоже нормально. А я вставала, ходила. Вставали, ходили, да. Как говорится, чем больше пациент двигается, тем быстрее он пойдет самостоятельно домой. Три дня назад Анна Феоктистова о доме и не мечтала. В больницу ее привезли в тяжелейшем состоянии. Операция продолжалась целых пять часов. Сегодня пациентка может уже не только ходить, но и порассуждать, о каком докторе мечтает каждый больной. О хорошем, конечно. Ну, хороший это какой? Чтобы что? Ну, чтобы меня вылечил, чтобы я ушла тут здоровой, чтобы у меня все было благополучно, все хорошо, чтобы у меня все было. Благодарный я этому врачу, что меня вот он поставил на ноги, вылечил. Хороший доктор Алексей Фисюн не так давно закончил ординатуру. Путь становления хирурга этим не заканчивается, скорее наоборот. Вспоминает, что на первых порах было одно желание – не осрамить честь мундира, блеснуть университетскими знаниями. Когда стали давать больше самостоятельности, освоение профессии перешло в практическую плоскость. То основное, чему ты учишься в ординатуре после студенческой скамьи – это путь принятия решения. И, то есть, недостаточно понимать, вот есть А, и вот есть Б, и нужно сделать вот это и вот это. А важно понимать именно, почему ты должен это сделать. И за время обучения ты учишься задавать себе вопросы. Профессор Иванов добивается от молодых докторов именно этого – появления клинического мышления. Современное оборудование дает молодым хирургам много возможностей. Но чтобы стать профессионалом, недостаточно овладеть технологиями. Сопереживание. Без него лучше уйти из профессии. Вот я работаю уже 25 лет хирургом. Я могу сказать, я не привык ни к смерти, ни к боли. И каждый раз, когда случается какая-то неприятность, ведь мне всегда же хирург может помочь человеку и поставить его на ноги, уж тем более, если, например, как мы говорим, отодвинуться от края пропасти в никуда. Бывает такое, что это невозможно сделать. Но мы всегда сопереживаем с родственниками этих пациентов, которым нам не удалось помочь. Хирурги ведь не боги. Они только лишь помогают человеку справиться с теми проблемами, которые у него есть. Это программа «Звоните доктору». Сегодня у нас в студии Евгений Карымасов, главный хирург Самарской области. И мы говорим о профессии хирурга и восстановлении его работы. Сейчас, к счастью, информационное пространство открытое. Я, естественно, же посмотрела ваш аккаунт в Инстаграм. И вижу, что вы пишете буквально такую фразу «Алло, мы ищем талантов хирургии». А что, нужны какие-то особые таланты? То есть недостаточно трепетно и тщательно учиться вот эти шесть лет, а потом эти просто раз и применить на практике эти знания? Вы знаете, здорово вы нашли вот тот пост. Действительно, ищу и ищем, потому что не так все хорошо и не так все спокойно сейчас действительно с молодым поколением, которое должно пополнить ряды хирургов. По большому счету, вы знаете, Моцартами в хирургии не рождаются, я бы так сказал. То есть это не гении, не какие-то таланты, которые там на генетическом уровне где-то что-то передаются. Хирургия прежде всего трудолюбия, ежедневный, кропотливый, настойчивый труд. И мануальный, и умственный. Здесь вот в этом сюжете Алексей сказал о том, что клиническое мышление – это очень-очень серьезный момент. И все в один момент вдруг не появляется, как мана небесная. То есть нужна ежедневная кропотливая работа. И все приходит со временем. И умения, и навыки, и клиническое мышление. Поэтому, с одной стороны, у людей профессия действительно ассоциируется с чем-то, ну вот как Сергей Анатольевич сказал, с небожительством может быть где-то, да. Но по большому счету это труд. И хирург должен каждый день доказывать, доказывать в операционной, доказывать в перевязочной, в палате, на консилиуме, на разборе, при обследовании пациента, при оказании помощи, о том, что он действительно что-то, чего-то стоит и не почивать на прежних своих лаврах. Поэтому я думаю, что вот прям о таком таланте, от понятия таланта, может быть, наверное, не стоит говорить. Хотя должен сказать, что в нашем хирургическом сообществе, в стране действительно есть талантливые хирурги. Но если посмотреть их биографию, их жизненный путь, они тоже достигли этого своим ежедневным, таким тяжелым трудом, преданностью и самопожертвованием. Вот слово, опять же, которое может показаться отчасти пафосным, может быть, но я не могу от него избавиться, я его должен говорить, это слово, это самопожертвование. И вот для хирургии, для профессии это очень важно. — Должен ли хирург идти на риск? — Вопрос... — Что чревато уголовной ответственностью? — Да, вопрос очень серьезный, именно он стоит в последнее время довольно серьезный. Хирургия без риска невозможна. Хирургическая операция — это уже сама по себе, это рискованное мероприятие. И не рискуя, мы можем, скажем так, не дать возможность человеку вылечиться. Мы можем его не спасти от какой-то тяжелой, угрожающей экстренной ситуации. В то же самое время риск должен быть обоснованный, взвешенный, аргументированный, на чем базирующийся. Риск должен базироваться, безусловно, на опыте врача, на коллегиальности обсуждения ситуации. И я считаю, что коллегиальность — это, скажем так, такая отличительная черта отечественной медицинской школы и отечественной хирургической школы в целом, которая отличает нашу систему здравоохранения, школу, скажем так, хирургическую, от зарубежных школ. Риск обсуждается интероперационно, когда меня, как заведующего кафедры, заведующего клиника, приглашают во время операции посоветоваться интероперационную ситуацию обсудить. Я не стучу себя в грудь, но я не включаю телефоны день и ночь, потому что это может быть ночной звонок от хирурга из центральной районной больницы, которому нужно срочно посоветоваться. Это может быть звонок от хирурга отделения санавиации, который выехал для оказания помощи своему коллеге в центральную районную больницу. И, ну, вот эта коллегиальность, эта консилиумность нивелирует те риски, с которыми может столкнуться хирург. Ну, мои коллеги называют это поделиться ответственностью, делегировать ответственность. Но фактически это в какой-то степени преодоление рисков. А вот смотрите, вы уже сами сказали, что вы и консультируете районных врачей, и я знаю, что вы выезжаете в районы в каких-то сложных ситуациях. А вот в целом, ну, нашим зрителям, наверное, и не надо знать и вникать в те проблемы, которые существуют у врача, да, им-то важно, чтобы их спасли, вылечили, вернули здоровье. А вот насколько хороша у нас вот эта система хирургической помощи в целом по области? Насколько она отработана и маршрутизация, и какие-то еще важные моменты? Вы знаете, наша область, наш регион ничем, в принципе, не отличается от любого региона Российской Федерации. Я имею в виду обычный, стандартный, среднестатистический российский регион, где существует так называемая трехуровневая система оказания хирургической помощи. Эта концепция, она существует как бы уже длительное время, но обозначена как концепция в 2018 году на заседании профильной нашей комиссии по хирургии, которую проводил главный хирург Минздрава Российской Федерации, академик Ревишвили Амиран Шатаевич. И вот тогда была сформулирована эта концепция трехуровневой помощи. Лечебные учреждения первого уровня – центральные районные больницы, учреждения второго уровня – так называемые межмуниципальные, межрайонные медицинские центры. Это крупные, либо крупные ЦРБ, либо крупные центральные городские больницы, которые по кустовому принципу построены, скажем так, находятся в центре более, скажем так, мелких центральных районных больниц. И учреждения третьего уровня – это областные, городские, клинические больницы. В других регионах это какие-то научно-исследовательские институты, национально-медицинские исследовательские центры, в которых осуществляется уже лечение наиболее тяжелых больных экстренных, высоко технологичная помощь. И вот трехуровневость системы подразумевает, что вне зависимости от того, в Калининграде, в Средней Поволжье, на Дальнем Востоке живет человек, медицинская помощь любому пациенту, находящемуся в районе, жителю сельской местности, может быть оказана на любом уровне, в зависимости от степени тяжести его заболевания, и высокотехнологичная помощь, и, соответственно, подходы должны быть везде одинаковы. Но вот есть такой небольшой нюанс, который сейчас тоже обсуждается у нас в стране, на заседаниях наших профильных комиссий, и в региональном Минздраве тоже идет обсуждение этих вопросов. К сожалению, особенности нынешнего периода, проблемы с финансированием, приводят к тому, что недостаток кадров, безусловно, приводит к тому, что ряд центральных районных больниц, мне не хотелось бы говорить слово «умирают», нет, ну, скажем так, находятся не в очень хорошем и финансовом, и кадровом состоянии, и это не может не сказываться на оказании медицинской помощи нашему населению. И причем, еще раз говорю, наш регион обычный, как и все другие 85 регионов в нашей стране. И система подразумевает что? Маршрутизация. Система маршрутизации подразумевает быстрейшую доставку пациентов из зоны действия этой небольшой центральной районной больницы в зону действия в межмуниципальный медицинский центр, то есть в лечебные учреждения второго уровня, где помощь однозначно может быть оказана данному пациенту. Система хорошая. Пациент не должен страдать, безусловно, от того, что в какой-то центральной районной больнице в данный момент нет врача. Безусловно. Вы же выпускаете хирургов каждый год. Куда они все? Можно? 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 Да. Я и на этот вопрос, конечно, безусловно отвечу. Понимаете, в чем проблема здесь возникает? Проблема возникает в том, что если мы сейчас свернем хирургическую помощь в центральных районных больницах, и межмуниципальные центры, лечебные учреждения второго уровня как бы поглотят, возьмут под себя центральные районные больницы, есть два опасения у меня лично. Я бы их вот к вашему вопросу, что беспокоит хирурга, в данном случае главного хирурга, меня как главного хирурга, я это отнес. Первое. А ведь больного можно с кровотечением и не довести с центральной районной больницы до учреждения второго уровня, потому что все дороги разные, все длина дорог тоже разная. И другой момент. А кто будет? Кадры, которые будут в центральных районных больницах. Вот сейчас действует система, я ее поддерживаю, эту систему заключения договоров о целевой подготовке с лечебными учреждениями, особенно в тех, скажем так, ЛПУ, где не хватает врачей какого-то профиля, в том числе и хирургического профиля. Центральная районная больница, абстрактная какая-то, заключает договор с врачом-хирургом на обучение в ординатуре. Проходит два года. Врач-хирург, честно, выпускник ординатуры, едет в эту центральную районную больницу. Вполне возможно, это место его жительства, его родителей и так далее. То есть он едет в родные пенаты, что называется. И с чем он там сталкивается? Он сталкивается только лишь с амбулаторно-поликлиническим уровнем оказания помощи. Я не против. Амбулаторно-поликлиническая помощь должна тоже развиваться и оказываться квалифицированными специалистами, потому что именно она в настоящее время востребована в самом широком масштабе. Но понимаете, в чем дело есть такой аспект? Выпускник ординатуры все два года обучения в ординатуре руками раздвигал, в хорошем смысле, своих товарищей, рвался в операционную ассистировать, ходил в учебный морг, отрабатывал на симуляторах тренажерах, ходил на дежурство. Он мотивирован, у него глаза горят, руки чешутся, в хорошем смысле. И он возвращается на три года в центральную районную больницу, где фактически нет стационарного хирургического отделения, он садится на прием. С уважением относясь к амбулаторно-поликлинической хирургии, еще раз подчеркиваю, через три года мы потеряем хирурга, а исчезнут амбиции, исчезнут мануальные навыки за три года, мы потеряем этого хирурга, уверяю вас. И отвечая на вопрос в отношении того, куда же они деваются, куда готовятся, вот куда уходят, да, каждый год, каждый год, вот последние, скажем так, три-четыре года, мы набираем в ординатуру на места бюджетной подготовки 23 человека. К сожалению, и все, вот в этом году они все целевые. К сожалению, не все возвращаются под самыми разными причинами. И это основная проблема. Евгений Анатольевич, очень много у меня на самом деле еще к вам вопросов. Прям очень коротко скажите, пожалуйста, о чем бы вы хотели предупредить тех, кто собирается выбрать вашу профессию? Скажу слово, которое уже говорил. Хирургия требует самопожертвования. Кто не готов к этой трудной, тяжелой, не побоюсь этого слова, грязной работе, лучше не ходить. На безрыбе рак не рыба. Благодарю вас за этот серьезный разговор. Пусть рука не дрогнет никогда, сердце тоже будет твердым. Холодным. Спасибо. Спасибо, прощаемся с нашими зрителями. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова